Приветствую всех владельцев Xbox One! И сегодня я хотел бы показать вам новое обновление для приставки, которое пока что находится в статусе Preview. Это обновление сами Microsoft называют New Xbox Experience, NXE получается, да? И многие почему-то называют его также Windows 10 обновление, хотя, наверное, не совсем корректно так называть, но да бог с ним. Итак, только сегодня я его получил, вот 8 октября, хотя некоторые начали получать первые, наверное, счастливчики еще 6 октября, но насколько мне, по крайней мере, известно. Вот, но я получил только 8 числа, потому что волнами раздавали и не было никакой там определенной зависимости, когда ты получишь обновление. Оно достаточно объемное, устанавливается тоже достаточно долго, наверное, у меня оставилось, наверное, около получаса. Очень неоднозначное обновление, очень многие его ждут, говорят, что это очень круто и так далее и тому подобное, но я не согласен, мне кажется, что оно весьма спорное и неоднозначное. И теперь я давайте расскажу вам поподробнее. Итак, когда вы только запускаете приставку, у вас появляется там последнее запущенное приложение, собственно, как это было и раньше. Что изменили? Вот это меню слева, видите, сейчас я стиком влево делаю и, соответственно, у меня появляется вот такое вот меню быстрого доступа. Это некий такой аналог того, что было на Xbox 360, когда вы нажимаете, нажимали кнопку Xbox. Сейчас кнопка Xbox выполняет другие функции и почему-то разработчики никак не хотят ее использовать по назначению. Они вот придумали вот такое промежуточное какое-то решение, когда вы нажимаете влево, вы попадаете в меню быстрого доступа. Ну, с одной стороны, да, это удобно, я согласен, окей, хорошее, хорошее нововведение. Можно даже таким образом, в принципе, добраться достаточно быстро до настроек, хотя, ну, что тоже сомнительно. Смотрите, сколько действий нужно сделать. Вы находитесь на главном экране, нажимаете влево. Это раз, два, три, четыре, пять. Пять, как бы, действий сделали, ну, хотя и быстро, но все равно. Раньше это можно было сделать совсем по-другому. Можно было нажать, например, я не знаю, кнопку выхода в главное меню, если вы находитесь в чем-то, в какой-то игре. Либо, если вы находитесь на главном экране, вы просто нажимаете кнопку options, вот эти вот полосочки на геймпаде и попадаете вот в такое меню, где можно было сразу попасть в настройки. То есть, раньше требовалось два действия, сейчас требуется пять. Я не знаю, что они там ускорили. По-моему, ни хрена не ускорили. Вот, сейчас кнопка options, она отвечает не за вывод вот этих вот каких-то, ну, то есть, она отвечает за кнопку, как бы правой кнопкой мыши. По большому счету, это правой кнопкой мыши стало. Можно это так, да, видите, закрепить на главное управление игрой. То есть, все то же самое, что правая кнопка мыши бы и делала, все то же самое здесь. Что мне безумно не нравится, просто капец вообще. Вот смотрите, раньше вы находились, вот когда вы только запускаете приставку, или вы ходите там из любого приложения, неважно, давайте я, например, зайду в Limbo, чтобы не висело это постоянное приложение. Все, я, например, вышел из Limbo, и мне нужно запустить другую игру. Раньше мне нужно было нажать влево, и тут же я попадал в меню быстрого доступа к прикрепленным играм. Ну, то есть, так называемые ярлыки. То же самое, что у вас ярлыки же есть на рабочем столе. То же самое, у меня были выведены мои любимые игры, в которые я играю чаще. Сейчас, для того, чтобы попасть в эти игры, вместо одного действия нужно сделать, смотрите, раз, два, три, четыре, пять. То есть, в зависимости от того, сколько его приложений запускали, может быть, тут больше будет, я не знаю, наверное, до пяти разных приложений. Это последнее запущенное приложение, вот они. Видите? То есть, в принципе, доступ к последним запущенным приложениям достаточно удобный, да. Это, в принципе, сделано грамотно. Но потом ты только попадаешь вот в эти вот прикрепленные, закрепленные тобой игрушки. То есть, не можешь их запустить. То же самое касается мои игры и приложения. Если раньше, для того, чтобы в них попасть, нужно было совершить одно действие, то теперь вот, пожалуйста, пять. Я не знаю, что оно ускоряет. Я имею в виду юзабилити. Оно, по-моему, просто, это какая-то катастрофа, реально я вам говорю. Кастомизировать. Я очень долго пытался кастомизировать, что-то, что-то как-то поменять местами. Не нашел такой настройки, может быть, они добавят позже. Ну, опять же, смотрите, у нас здесь что сейчас добавилось. Так, ну-ка, подождите. Вот, смотрите, я нахожусь в главном меню. То есть, можно почему-то, вот эти, это и раньше было, да, то есть, предлагаемые, там, рекламируемые игры, там, приложения, спецпредложения Gold. Но доступ к моим играм и приложениям был гораздо быстрее. Сейчас это усложнили. На, теперь давайте посмотрим, за что отвечают кнопки RB, LB на геймпаде. Они вот переключаются между, там, сообщества, да, первое, что нам выводят, это сообщество. Да я вообще-то нафиг убрал. Мне неинтересно, вот, вот я вам честно скажу, чё там, чё там парни опубликовали, какие скриншоты. Я бы это в конец куда-нибудь перенес и все. Ну, я не знаю, зачем это нужно. Магазин. Да, это тоже круто. Ну, как бы это можно было сделать даже в приоритете раньше. Приложение, как раз таки, следом все логично. Но первым должно быть, первым, самым первым, куда мы нажимаем RB, должно быть мои игры и приложения, я считаю. Это было бы логично, это было бы удобно. Здесь это сделано неудобно и нелогично. Когда вы попадаете в магазин, не надейте, что вы здесь можете запускать свои игры. Нет, здесь только все, что касается покупок. То есть для того, чтобы попасть, выбрать свой список приложений и игр, вам нужно промотать вот так вот назад и выбрать вот здесь вот. И только тогда вы попадете в мои игры и приложения. Удобно? Мне кажется, что нет. Что еще? Что еще показать? Ну, в принципе, основу я вам показал. Давайте посмотрим левое меню. То, что особенно, видимо, чем особенно гордятся Microsoft, что они якобы изобрели велосипед. Хотя это все было гораздо удобнее сделано в Xbox 360. Итак, сначала мы нам показывают там наш геймер так, видимо. Потом друзья чем занимаются. Если вы хотите выбрать какого-то друга и что-нибудь ему написать, можно вот так вот тоже влево нажать и попасть в это меню. Дальше у нас создайте команду. Вот это вот удобно, я согласен, да, создать команду. То есть владельцы Xbox уже еще с предыдущего Xbox 360 знают, насколько это классная вещь тусовки, да, тусовки команды создавать и общаться в них очень общительные. На PlayStation это пришло недавно, хотя тоже уже все больше и больше набирает популярность. Сообщения. Ну, не знаю, мне кажется, раньше тоже было удобно. Двойной этап на кнопку Xbox и у вас были доступны сообщения и другие там опции прикрепления. Новые уведомления и настройки. То есть для того, чтобы сейчас попасть в настройки, вдумайтесь на секундочку. Раньше нужно было нажать кнопку Options и выбрать настройки. Легче просто некуда вообще. То сейчас нужно нажать раз. Ну, можно теоретически нажать вот так вот, наверное, сократить вверх. Попробуем, подождите. Нет, вверх нельзя, кстати. Если нажимаешь вверх до конца, он не перепрыгивает как бы вниз. Нужно все равно вниз идти. Вот сюда. То есть доступ к настройкам теперь усложнили, по-моему, достаточно сильно, на мой взгляд. То есть я считаю, что это неудобно. Ну и кнопка прикрепления. Прикрепление чего-либо, она тоже появилась вот здесь вот. То есть вы нажимаете сюда и, если вам нужен сплит, сплит-вью какой-то, вы выбираете, что вы хотите прикрепить справа. Например, меню ачейвментов и здесь у вас, соответственно, появляются ачивки той или иной игры. Так, про левое меню рассказал. Давайте посмотрим про доступ из приложений. У меня, если честно, сейчас вот сам задумался, работает ли. А вот, кстати, вот так вот можно убрать сплит-вью. Просто нажимаете внизу и убираете. Так, дальше давайте выйдем в главное меню, запустим опять игру. А, кстати, давайте посмотрим другую игру какую-нибудь, запустим. Будет ли больше иконок появляться. Ну, например, я не знаю, приложение Pool Nation. Не приложение, игра, конечно же. Так, выйти. Нет, смотрите, все-таки то ли я до конца не запустил, но пока что четыре. Четыре иконки. Все равно неудобно. Неважно, четыре или пять их там будет. Больше, я думаю, точно не будет. Так, давайте запустим все-таки до конца Pool Nation и попробуем вызвать быстрое меню, как это было раньше, двойным тапом на кнопку Xbox. Это было просто гениально. После того, что они сделали с Xbox 360, это было второе гениальное решение Microsoft. Сейчас они по ходу дела решили его похерить. Итак, двойной тап на Xbox, кнопку Xbox и вы попадаете вот сюда, в это быстрое меню. В принципе, ну, наверное, да, это удобно. Окей, ну, например, мы... Что мы хотим? Настройки, наверное, нет. Можно прикрепить любое приложение, это да, то есть сплитвью сделать, в том числе, ачевменты. Ну, тусовка. Ну, давайте тусовку нажмем. Создать команду. Все, создал команду. Дальше что? Теперь нажимаю два раза, два раза Tab и ничего не происходит, да? А, ну, то есть просто нужно обратно, два раза влево и вы попадаете обратно в само приложение. Не знаю, очень неудобно, ребята. Раньше были самые важные функции, соответственно, там, прикрепить что-то было, появлялась ачевменты, там, по-моему, DVR какая-то функция, еще что-то. То есть все самое нужное, все было. Мне не было недостатка вообще в том двойном тапе кнопки Xbox. Сейчас можете проверить у себя, на самом деле. Блин, как, как, как удобно сделали. Вот, то есть вот сейчас приложение запустилось. Давайте выйдем из него. Нет, все-таки четыре. Четыре. Это очень грамотно, что четыре они сделали. Почему-то последнее приложение все-таки не появилось, наверное, потому что нужно еще что-нибудь запустить. Ну, неважно. В общем, давайте делать определенные выводы. Если у вас стоит старая прошивка, не торопитесь переходить на новую. Она, ну, это какой-то очередной, вы знаете, такой шаг от удобной Windows 7 к неудобной Windows 8, где все пытались прикрепить кнопку пуск. Microsoft очень долго сопротивлялись, говорили, что это все моветон, что нужно переходить для нового интерфейса для обезьян, где-то одни плитки, плитки, плитки. Потом они наконец-то осознали Windows 10, вернули полноценную кнопку пуск. Я думаю, что здесь примерно та же ситуация. То есть они выкатили вот это новое обновление. Оно отличается отвратительным юзабилити. Есть здравые идеи. Здравые идеи заключается в том, что появляется вот это вот левое меню, наверное, но это нужно делать отдельной опцией при двойном тапе. Когда вы находитесь в приложении, да, как раньше, двойной тап и, например, там выбрать быстрое меню. Было бы здорово. Но, блин, я надеялся немножко на большее. Я надеялся на то, что тут все-таки все как-то изменят и будет все быстрее доступ везде. Но на самом деле это не так. Единственное, что однозначный плюс, вот то, что я хочу сказать точно плюс стопроцентный, это скорость загрузки всего. Скорость загрузки контента с Xbox Live. Фантастическая скорость. Раньше для того, чтобы там последние события какие-то загрузились, это нужно было подождать, например, да, для того, чтобы загрузились там информация с магазина, нужно было подождать. Сейчас не нужно, все мгновенно грузится. Я так предполагаю, что это все загружается просто заранее в память. То есть, как только вы запускаете Xbox, он все это постепенно подгружает сразу же. То есть, чтобы вы не ждали. Раньше, когда вы, соответственно, выбираете то или иное меню, оно загружало необходимый контент в память. То же самое касается приложений, ну и так далее. Вот. В этом плюс. Не нужно ждать. Все достаточно быстро. Посмотрите все приложения. Переходим в магазин. Давайте посмотрим, насколько это быстро будет. Достаточно тоже быстро, надо сказать. То есть, они, то, что они обещали ускорить навигацию, да, то есть, ускорить загрузку. Они выполнили только две вещи, да. Ускорили загрузку, но не ускорили навигацию. Правильно будет так сказать. Вот. Ну, опять же, вам решать, нравится вам или нет, напишите в своих комментариях на YouTube, потому что данное видео уходит только на YouTube. Хотели бы вы все-таки иметь старое, старый интерфейс, либо новый. Если вы найдете какие-то настройки, возможности кастомизации, пишите об этом в комментариях. Я нашел, на самом деле, вот что, ребят. Из интересного, это последнее, наверное, о чем я хочу сказать. Кстати, вот таким образом выглядит теперь меню настроек. Ну, тут персонализации, как таковой, нет. Там, мой цвет и фон, это и раньше было, сам понимаете. Я нашел специальные возможности. И здесь, пока что, не рабочее меню сопоставления кнопок. Вот запускаешь его и вообще, по идее, это меню должно давать вам возможность настраивать кнопки, но оно ничего не дает. То есть, не важно, что вы нажимаете, ничего не происходит. То есть, это будет потом, позже. То есть, пока что оно не работает, это вот просто сделано, как такая болванка на будущее. И все. Ну, наверное, все. Все настройки, в принципе, на месте я не нашел. То есть, оно поменялось отображение. Ну, например, там, давайте выберем, я не знаю, экран, звук, включение и запуск, например. Да, там режим включения и запуск. То есть, вот теперь оно выглядит так. То есть, чуть-чуть все поменялось, немножко стало более аккуратным. Но еще раз говорю, раньше можно было настроить и иметь доступ ко всему гораздо быстрее. Но загрузка была дольше, да. Но сделали бы, на самом деле, просто ускорение загрузки и старый интерфейс Xbox мне уже стал нравиться. То есть, поначалу он был полный фейл, как только они выпустили. Но вот к моменту того, как они сейчас поменяли на новую прошивку, он практически был до идеала доведен. У меня вообще никакой к нему претензий не было. То есть, двойной этап на кнопку Xbox One решал все проблемы абсолютно. То есть, то, чего мне так не хватало, они все туда добавили. Сейчас они опять все переосмыслили и, на мой взгляд, сделали это неправильно. Но, опять же, пишите свои комментарии, буду признателен. На этом все. Пока-пока.